Так, как работает EGRP недвижимость? Соответственно, набираем EGRP недвижимость. Если нет личного кабинета, соответственно, сразу сделаю обзор. EGRP недвижимость – это единая группа региональных партнеров в недвижимости. Это федеральная агентская сеть. И основная задача – это объединить федеральную агентскую сеть в единую группу и, соответственно, получать бонусы, привилегии, различные преимущества от работы в группе. Соответственно, каждый агент может зайти, где бы он ни был, зарегистрироваться на EGRP недвижимость и разместить объект не только на нашей площадке, а, соответственно, размещая у нас, он попадает в нашу, так скажем, медийную сеть, которая объединяет порядка 80 источников распространения объявлений в интернет. Интернет сейчас наиболее эффективен, соответственно, мы, конечно, не исключаем момент расклейки и так далее, и по некоторым объектам ведем эту деятельность. Но суть в том, что если у агента есть текущая, так скажем, база объектов, то размещая объект в нашей базе, соответственно, в базе EGRP недвижимость, мы данный объект автоматически публикуем с его контактами. Контакты сейчас я покажу, где и здесь оформляется. То есть EGRP недвижимость – это единая площадка, где каждый из участников, то есть каждый агент публикает свой объект. На основании того, что он сообщил о своем объекте, мы публикуем это на всем пространстве интернета. То есть у нас есть партнер, который размещает объявления. Соответственно, они автоматически в течение нескольких дней размещаются на таких площадках, как Яндекс.Недвижимость, на Авито. У нас единый магазин есть в нашем, так скажем, магазине на Авито. Потом, то есть на личной странице. И везде указываются, конечно, контакты агента и то описание, которое он сделал здесь. Соответственно, агентство недвижимости полного цикла EGRP недвижимость – это площадка, где каждый агент публикует свой объект, а EGRP недвижимость помогает ему распространить информацию об этом уже в сети интернет. Соответственно, как оформляется? В правом углу видим здесь обзор страницы, значит, здесь фильтр объектов, здесь как мы работаем, чем мы можем помочь. Соответственно, будет время, можно будет на каждый из пунктов зайти. Но сейчас речь о том, как происходит регистрация агентов на сайте. Соответственно, заходим, нажать «Создать». Указываем имя пользователя английским шрифтом, то есть в данном случае напишу «Агент». Имя, значит, имя, фамилия, то есть полностью указывается там. «Электронная почта», на которой придет подтверждение всего. То есть, ну, в данном случае. Так, и пароль. То есть, можно какой угодно пароль. Тот, который, естественно, не забудете. Поэтому, если изначально здесь происходит регистрация как агента, здесь есть галочка «Регистрация меня в качестве агента». То есть, поставим. Нажимаем «Создать». Все, поздравляем. Соответственно, у меня есть уже возможность зайти. Чтобы зайти, также в правом углу есть кнопка «Войти». Вводим свой никнейм, то есть на английском языке, и пароль, который указали. «Регистрация». Можно указать галочку «Запомнить». Тогда можно находиться, так скажем, в сети. То есть, вот появился, значит, профиль. Соответственно, здесь пока нет фотографии. И вот такое меню, значит, «Разместить новый объект», «Мои объекты» и так далее. Соответственно, настройки аккаунта. Сразу заходим в настройки аккаунта. Там размещаем фотографию, ту, которая лучшим образом, лучшим образом. В данном случае. Допустим, возьмем такой образ. Нажимаем и удаляем. Оставляем одну фотографию. Здесь у нас все есть. Новый парон не нужен. О партнере. То есть, здесь мы пишем о себе. Короткая информация. Все это будет использоваться в дальнейшем при публикации. Провожу сделки уже более 10 лет. Имею глубокий опыт в коммерческих объектах. В сделках с коммерческими объектами. Ну и, соответственно, о себе. Своих каких-то там полученных статусов, каких-то пройденных образовательных полученных сертификатов. Все, что вы считаете важным, чтобы вас знал клиент потенциальный. Соответственно, видите, ваша специальность. То есть, здесь основная деятельность. Агент. Помню. Соответственно, вводим номер телефона. Это прямой номер. То есть, если агент, соответственно, здесь размещается, то у него есть свой добавочный номер. Соответственно, он будет выглядеть таким образом. Прямой номер плюс добавочный. Допустим, 345. Мобильный. В таком же виде. Ваш мобильный указывается. Скайп. Желательно завести себе скайп, чтобы было оперативное, так скажем, общение. ссылки на Facebook, Twitter, LinkedIn. То есть, это основные такие сети социальные, через которые мы также публикуем ваши объекты. И, соответственно, когда на вас выходит напрямую через профиль, с ним, с потенциальным клиентом можно вести общение как раз вот в этих сетях. Ну, здесь я поставлю пока такие ссылки, которые просто покажут, что они есть. И все, обновляем профиль. Обновляем профиль. Профиль обновился. Закрываем. И теперь, когда мы нажимаем настройки аккаунта, да, то есть, уже мы видим, что появился наш аватар. И вот так выглядит, значит, личный кабинет это мои объекты, то есть, заходим в мои объекты. Здесь сейчас объектов, соответственно, нет. И чтобы разместить какой-либо объект, нажимаем на разместить какой-либо объект. Здесь сайт спрашивает разрешение, чтобы определить текущую точку расположения. Ставлю галочку, чтобы всегда разрешал, потому что это удобно. Если, допустим, с планшета оформлять, то есть, то он, соответственно, покажет, где на текущий момент мы находились. То есть, мы находимся на объекте. Сейчас показываем, допустим, объект недвижимости. Он тут же, значит, определяет наше место. И мы вводим, там, допустим, офисное помещение. То есть, получается там офис там 230 квадратных метров. Делаем описание. То есть, описание какой-то, категория, значит, офис, тип, аренда, описание полное, соответственно, тип, потом непосредственно по объекту расписать метраж, какие есть рядом, рядом места, какие есть удобства, там, интернет, ну и так далее. то есть, что считается, вот. Соответственно, здесь он определяет, ну уже сам автологически местное положение. Здесь пишем город, выбираем город Москва. Соответственно, адрес мы определяем по месту. либо можно адрес ввести, допустим, если мы находимся не там, то есть, нам нет необходимости, мы пишем там, допустим, версткаем 22, нажимаем, система автоматически, соответственно, определим. Так, ну здесь это округ, когда обязательно, когда нет. Соответственно, что тут важно? Цена, там, допустим, 120 тысяч. Ценник, это когда в месяц идет аренда, да, то есть, добавить там месяц. Площадь там 230. Здесь можно не дублировать. Офис там можно назвать красивый офис. Как-то так, чтобы вы отличались. Соответственно, удобство здесь там лифт, рестораны, педес-центр, бытовые услуги, отделение банков, ну и так далее. торговые галереи и так далее. Сразу здесь у нас есть что? Это значит планы этажей и фотогалереи. Соответственно, можно ссылку на YouTube оставить и выложить объекты какие-то там. я выберу сейчас просто картинку чтобы показать. Соответственно, все у нас готово. Подтверждаем объект. Мы видим, объект успешно опубликован. Теперь, заходя на мои объекты, мы, естественно, видим вот наш объект, аренда и так далее. Вот он появился здесь. Соответственно, здесь есть описание и так далее. Ну, и те объекты, которые есть от других, допустим, агентов. естественно, каждый объект проходит модерацию. В данном случае он здесь появился. Но если мы нажимаем, допустим, на объект из базы данных, то мы его можем добавить, соответственно, в свой список любимых. То есть, вот здесь есть кнопочка «Понравившийся объекту». Нажимаем, он у нас появился, так скажем, в списке. Соответственно, связь с агентом осуществляется как с сайта, то есть, за счет и отправляется вам на почту непосредственно. Вот в данном случае данный объект, то есть, он представлен фотографией, видео есть, я помню, если нет, значит, фотография объекта. Соответственно, здесь все, адрес указан. Вот в такой форме, в общем-то, оформляется каждый объект. Соответственно, у него есть как ссылка на поэтажный план, то есть, ну, не поэтажный здесь в данном случае распределение, то есть, размещение его. То есть, планы этажа, то есть, план непосредственно поселка. Соответственно, есть и полное описание, есть квадратура и так далее. И вот эти данные публикуются, соответственно, на всех площадках и ведут, по сути, то есть, на данный сайт, плюс вот этот телефон, который указан в телефоне агента. То есть, если перейти на агента, значит, тут будет телефон добавочный, есть мобильный, скайп и так далее. И вот по агенту можно смотреть, какие у него есть объекты. Соответственно, также контакты здесь находятся в личном кабинете и связь с агентом значит, на его в его социальных сетях. Вот, в общем-то, все. Так вот происходит наполнение базы данных. Соответственно, каждый агент может писать свою информацию о тех или иных объектах, то есть, допустим, вот в Атутинках, есть акция, допустим, или строится какой-то объект. То есть, вот каждый агент пишет свою публикацию и таким образом эту публикацию можно продвигать в сети и, соответственно, мы занимаемся тем, что каждую из публикаций мы активно транслируем на других площадках, на партнерских ресурсах. И вот, допустим, вот такое описание, это вот в Атутинке, допустим, или возьмем, допустим, строящийся комплекс Москвы. То есть, вот такая вот статья. Здесь, допустим, еще есть более полная картина, то есть, домой спокойным шагом. То есть, вот такая вот статья будет публиковаться в новостной хронике, то есть, в интернете. и желающий, который заинтересовался, он переходит на сайт, на сайте видно, кто опубликовал это все. И, значит, соответственно, в ссылках есть данные, ну, то есть, в ссылках можно переходить на данный объект, данный объект находится, соответственно, на сайте. Вот поэтому короткий такой экскурс, так работает сайт, и поэтому будут вопросы, пишите в комментариях, ну, или же непосредственно задавайте вопросы в контактной форме, здесь есть контактная форма, суть вопроса, описание, и, соответственно, как можно поддерживать сами связи.